Всем привет, дамы и господа! С вами вновь Александр и я продолжаю обзоры на детские автокресла от компании Britax Römer линейки KidFix. Это длинная достаточно линейка, там достаточно много кресел и все они по-своему хорошие. Каждая модель достойна внимания. Они все по большому счету практически все построены на одной платформе и по безопасности у них все очень хорошо. Каждой модели можно доверять ребенка. Разница у них совсем небольшая. Где-то дополнительно установлена боковая защита, где-то накладка на плечевую зону, где-то упрощенный изофикс, где-то еще что-то, где-то ткани. В общем, выбор есть большой. Если хотите ознакомиться со всей линейкой, KidFix наберите у меня в поиске на канале в YouTube и можете ознакомиться почти со всеми моделями. Еще парочка моделей чуть позже появится уже и, в принципе, весь модельный ряд сможете увидеть у меня на канале. Сегодня мы будем с вами рассматривать модельку, которая у нас называется KidFix 2R. Именно непосредственно модель KidFix 2S уже есть на канале. Кстати, если хотите посмотреть, как это кресло можно сделать в бустер, посмотрите KidFix 2S. Там я это непосредственно показываю, разбираю, снимаю спинку. И чтобы здесь этого не повторять, внизу в описании будет ссылка на тот обзор, и вы сможете, соответственно, это увидеть. Сейчас я этого показывать не буду. Так, что из себя представляет группа 2-3? Это 2-3 группы кресла. Это с 15 кг до 36 кг. Приблизительно от метра роста уже и до победного конца вы можете эксплуатировать это кресло. Здесь, как вы видите, нет пятиточечных ремней. Ребенок в этой группе пристегивается взрослым ремнем. Что касается вот этого крючка, который вы видите, это специальная разработка от ремера, в которой мы проводим ремень. Сейчас я вам это тоже покажу. И при лобовом ДТП, да, в принципе, при любом ДТП, нагрузка с паховой зоны снижается на 30%. Поэтому вот эта вот вещь у нас увеличивает в целом уровень безопасности этого кресла. Поэтому не пренебрегайте, пользуйтесь. В крайнем случае ее можно убрать. Она убирается, съемная штучка. Поэтому имейте в виду. Так, что касается, давайте про комфорт, про ткани сразу скажу. Ткани здесь нормальные, абсолютно в ремере. Вообще всегда ткани хорошие, тактильно приятные. Особенно на подголовнике ее прям хочется трогать. И же все-таки лицо, она здесь мягче, приятнее. Эта же ткань, она очень износостойкая. Кресло через пять лет выглядит практически так же, если его там не царапать, не лить на него ничего. Катышки, зацепки, это все не про него. Ткань прям реально очень живучая, хорошая. Что касается ухода за тканью, до 30 градусов стираем смело и с ним все будет нормально. Вы спокойно его оденете. Если вы будете при более высокой температуре стирать, то кресло может, вы может уже не оденете ткань. Она сядет и все, это уже гиблый номер. Поэтому вот нормально все с тканями. Что касается комфорта, помимо того, что ткань хорошая, она, кстати, достаточно мягкая. Нам нужен наклон. Здесь у нас гуляющая спинка, свободный ход спинки так называемый. И простым языком, эта спинка примет положение этой спинки, автомобильное сидение. И тем самым у нас получим такой наклон. Если у вас в автомобиле спинка не регулируется, все равно есть маленький такой лайфхак. Мы ставим кресло, пристегиваем на Isofix. И если мы его задвинем, то у нас свободного хода не останется. Если мы его так выдвинем, тем самым у нас освободится ход небольшой. И можем немножко наклонить. Наклон, естественно, небольшой. Сами понимаете, сильно наклонять нельзя. Потому что здесь нет пятиточечных ремней. И вход уже здесь отступает у нас взрослый ремень. Если наклоним, он уйдет на горло. Это очень опасно. Поэтому вот куда-то опрокидывать кресло дальше не стоит. Не надо кресло там отстегивать от Isofix и выдвигать его дальше. Так некоторые делают. Я поэтому сейчас об этом говорю. Так делать нельзя. Это очень опасно. Вот, собственно, смотрите. Давайте покажу, как пристегнуть ребеночка. Смотрите, если нет Isofix, абсолютно не беда. Процедура такая же. Вот Isofix просто не ставим. Берем ремень. Пропускаем. Застегиваем. Нижнюю часть ремня. Так, отсюда вам виднее. Смотрите, я пропускаю здесь. Ремешок так. И в подголовнике обязательно есть направляющие. Они как закон красного цвета. Но сейчас уже зеленые начали появляться. Здесь проводим ремень. Потому что если вы здесь не проведете ремень... И нужно еще, кстати, соблюдать правила высоты подголовника. От плеча до подголовника не больше двух пальцев. Выше будет, ремень уже будет горло близко. Это небезопасно. Поэтому вот отрегулировали правильно. И если вы сюда ремень не проведете, в направляющие, он будет бесхозно болтаться и опять попадет на горло. Не дай бог ДТП будет. Поэтому всегда держите ремень в направляющем и все. Вот, собственно, картина простая. Вот так вот мы пристегиваем ребеночка. Есть Isofix? Отлично. Просто Isofix дополнительное крепление здесь сейчас. Если нет, просто его не трогаем, ставим, пристегиваем. Все то же самое. Поэтому вопросов нет никаких. А что касается именно ощущений по качеству, вот действительно ремень внушает, вот даже тактильно трогаешь, щупаешь кресло, вот это все ощущения, вещь. Вот мы трогаем, понимаем, что это действительно рабочая вещь, которая безопасит жизнь наших детей при ДТП. Не дай бог оно произойдет. Поэтому вот все здесь сделано для того, чтобы родители были поспокойнее все-таки, что ребенок их в безопасности. Ну, в принципе, по большому счету, безопасности, а кресло я вам все, что хотел рассказать, рассказал, я очень рекомендую обратить на линейку KitFix, на всю линейку, там уже по бюджету, смотрите. Даже самое недорогое кресло, и то с хорошими краш-тестами по безопасности, ему можно доверять ребенка. Поэтому обратите внимание на всю линейку, а там уже выбирайте по моделям. И эта модель очень достойная. Поэтому, если обзор понравился, внизу ссылочка на Мир Автокресло. Можете смело заказать с какой-нибудь другой моделью. Привезу даже два на выбор. Вы выберете уже и купите какое-то одно. Ну, а я в свою очередь хочу пожелать вам хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка. И всего доброго. До свидания.